Это видео будет особенным для тебя, потому что именно в этом видео мы будем с тобой говорить, как же изменить свою речь, как сделать так, чтобы не было запинок, что конкретно нужно делать. И оно будет, по сути, из таких двух больших частей. Первая часть – это то, как ты мыслишь. Наша речь – это изложение наших мыслей и идей. И сейчас, когда ты разговариваешь, сейчас, когда ты общаешься с какими-то людьми, когда тебя спрашивают, у тебя в твоих мыслях полный хаос. Ты можешь думать про слова, про буквы, про людей, что они там про тебя думают, как это слово заменить, еще какие-то много других мыслей. Ты можешь пытаться придумать какие-то там большие предложения и как-то составить. И все это неправильно, все это ведет к заиканию. Наша речь – это процесс озвучивания наших мыслей. И если в нашей голове такой, по сути, винегрет, то мы думаем об этом, то мы думаем об этом, то у нас ничего не получится. И это основная причина нашего заикания у всех людей. Поэтому, если мы просто будем тренировать речь, если мы как-то просто будем заниматься дыханием и телом, результат будет, но он будет маленький и неполный. Основная наша сложность в том, что у нас у всех очень распыленное внимание из-за того, что мы его направляем сами же на слова, на буквы, на людей. Ну и на многие-многие-многие разные-разные вещи, на все, что угодно, кроме того, чтобы думать о том, что я хочу передать данному человеку, с которым я сейчас общаюсь, с которым я сейчас разговариваю. И я сейчас разговариваю, я сейчас общаюсь, я думаю только об одном. Какие мысли, какие идеи я сейчас тебе в голову хочу заложить, передать, что в сухом остатке у тебя останется после этого видео. И я рекомендую тебе точно так же думать. Не про заикание, не про речь, не про людей. Никуда не отвлекаться тебе от твоих идей и от твоих мыслей, которые ты хочешь людям передать. Это крайне важно. И в то же время это очень непросто сделать. Потому что то, как ты думаешь, это твоя привычка. И твоя основная задача, вы как бы переключать себя постоянно на свои мысли. И если ты куда-то свое внимание рассеиваешь, то тебе нужно останавливаться, делать паузы и ждать, пока идеи, которые ты хочешь сказать дальше, у тебя придет и она будет. Если у тебя нет мыслей, тебе нужно молчать. Если у тебя мысли по поводу слов, букв, тоже нужно останавливаться и возвращаться именно к мысли. Я хочу, чтобы ты себе это представлял, что как будто наша речь, наше тело, это как будто такой магнитофон. И этот магнитофон отлично, идеально воспроизводит формат идей и мыслей. То есть даже из самих слов, которые я говорю, я их понимаю только когда я их уже сказал после того, как они уже из меня вылетели. Но я понимаю идеи и смыслы, которые я сейчас тебе закладываю. Это видео сейчас идет полностью в импровизации. Нет у кого-то у меня текста. У меня есть просто основные идеи и мысли, которые мне нужно в ходе этого видео тебе передать, чтобы ты их понял. Это самое важное. Именно когда ко мне обращаются люди, и чем больше вот у них бегают глаза, чем больше каких-то вот разных движений, вот этого вот расфокуса внимания на слова, на буквы, на речь, на людей, тем сильнее заикать. Это самое основное. И с этим тебе нужно будет работать. И дальше я тебе еще расскажу, как в следующих видео у нас еще с тобой долгий путь. Мы с тобой вот только-только начинаем и только знакомимся. Но я хочу, чтобы ты понял. Даже сегодня, если ты просто постараешься в момент речи максимально фокусироваться на смысле, что ты хочешь передать, и в первое время думать только вот на что сказать дальше, только какой следующий шаг, ты будешь говорить уже лучше. Здесь же также очень важно, чтобы ты делал паузу. Это крайне важно. Потому что моменты, когда ты разговариваешь, моменты, когда ты начинаешь звонить, подходить к каким-то людям, у тебя внутри начинается суета, такое, волнение. И именно из-за этого волнения, потому что оно вырывается наружу, по сути дела, и возникает заикание. При этом при одном условии. Что у тебя в этот же момент еще нет мыслей, нет идей, о которых ты хочешь говорить, либо они на другую тему. И получается, мысли, идеи нет, либо они не о том, а ты пытаешься, от тела требуешь, чтобы оно говорило, а оно не может. И поэтому ты будешь говорить либо слова парадиты, либо будешь делать запинки, повторного типа, либо растягивать слова и буквы. То есть ты как бы издаешь какие-то звуки, при этом ты еще думаешь, у тебя еще нет файла. Это твой, то есть тело твое, еще раз говорю, это магнитофон, который хорошо, отлично понимает формат идей и смыслов. Но не понимает слова, буквы, какие-то мысли о чем-то, о чем ты говорить не хочешь. Это как будто у тебя есть отличный классный магнитофон, который работает либо на диске, либо на флешке для информации, в который ты засовываешь колбасу, хлеб и подумаешь, а что это он не работает и барахлит. То есть ты абсолютно нормальный человек, у тебя нормальный магнитофон, хорошая речь. Но ты привык с раннего детства неправильно им пользоваться, и ты туда запихивал все время не те файлы, ну как колбасу вместо флешки с музыкой. То есть идея, это по сути информация, это информационный файл. Это даже не слово. То есть даже на слова и буквы, либо на рот, либо на дыхание мы тоже отвлекаемся. И поэтому твоя основная именно задача, миссия, то есть цель научиться не рассеивать свое внимание никуда от своих мыслей. Не на людей, не на речь, не на букву, не на слова, а постоянно удерживать себя в своих мыслях. Это такая вот самая важная идея, которую я хочу тебе именно донести, чтобы ты ее понял, взял для себя, и чтобы ты уже начал стараться это делать. Ты заметишь, что уже будет тебе лучше, да, ты будешь отвлекаться, но если ты будешь молчать, ты именно терпеть и постоянно, ты постепенно, то есть ты уже будешь немножечко как бы идти в эту сторону. Это первая такая идея. Второе. Что касается практики, что касается настройки тела. На первоначальном этапе, когда ты всю жизнь заикалась, когда ты имеешь большое количество зажимов, все тело напряжено, скорее всего у тебя будет не хватать дыхания. У тебя будет какое-то вот зажатие, спазмы. И в те моменты, когда ты будешь либо отвлекаться, либо сталкиваться какими-то словами, буквами, которые тебя пугают, у которых у тебя есть волнение, либо вот просто где кто-то внезапно спрашивает, у тебя будет происходить такой, ну типа как бы ступор, типа такие рывки. У тебя либо будет такой рывок, либо дыхание будет полностью останавливаться. И с этим нужно тоже что-то делать. Для этого я рекомендую делать упражнение на дыхание, на расслабление своего тела. Что для этого тебе нужно будет делать? Ну, во-первых, тебе нужно научиться медленно и плавно выдыхать. Что это такое? То есть ты можешь вот сесть как-нибудь поудобнее в стул, например, и вот сделать приятный такой вдох и... И вот так делать, раз пять. Чтобы руки сами падали. Руки падают, и у тебя при этом идет очень плавный и медленный выдох. Вот ты это делаешь, и ты начинаешь чувствовать этот плавный, мягкий такой выдох. Даже это будет такой мягкий, бархатистый голос. Это хорошо. Это очень полезно. Такое вот упражнение. Это хорошо, это полезно упражнение, которое тебе прям нужно делать. Идем дальше. С этим же плавным дыханием мы начинаем уже еще и считать какие-то вот цифры. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Основное свое внимание в любом случае мы удерживаем на своих мыслях и идеях. При этом мы как бы чувствуем ощущение тела этого вот плавного, медленного выдоха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потом таким же образом можно читать там Сесил. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленную пожаром французу. Вторая часть настройки нашего тела, это настройка нашего дыхания. То есть моменты, когда ты сейчас начинаешь разговаривать, у тебя, может быть, ты чувствуешь, что где-то что-то все перехватило, зажало, то есть напряглось, останавливалось дыхание. И с этим тоже на первом начале надо обязательно работать. Что же с этим делать? Нужно расслабить свое тело и научиться плавно и медленно выдыхать. У меня есть одно из таких правил, таких как бы аксиом, выражения. Просто запомни, будет голос, будет речь. Запиши себе, будет голос, будет речь. Если у тебя голос есть, то и речь тоже будет. Так вот, значит, нам нужно сделать свой голос. Наш голос у нас получает за счет того, что у нас идет выдох, наше дыхание, и вот попадает вот сюда, на голосовые связки. И у нас появляется голос в этот самый момент. Так вот, тебе нужно научиться этот самый голос создавать, чувствовать с помощью плавного, медленного дыхания. Уже прямо сейчас я начинаю так, в принципе, разговаривать. С плавным, медленным выдохом. Как этому научиться? Просто берешь, садишься и так делаешь. Как будто я пришел с работы, устал, такой. Вот, хорошо. Ты почувствуй этот выдох. Теперь вместе с этим же выдохом начинаешь уже голодовый какую-то цифру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Основное твое внимание все равно удерживается на мысль, на идеи, которую ты хочешь людям донести. Но при этом ты чувствуешь, как будто этот плавно, такое-такое, именно выдох, такой холодок, может какой-то в горле. И при этом ты начинаешь так потом читать стихи, например, лучше стихи, лучше наизусть, чтобы не из книги, а вот именно стихи. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да, говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про День Бородина. И потом ты таким же образом уже стараешься в течение дня разговаривать. Да, и мысли, и работа с дыханием, и психология, и практика, и все это обязательно нужно. Потому что ты формировал свою умную привычку многие-многие годы. И это все нужно освоить на уровне навыков, чтобы ты не просто это знал, а умел. Поэтому в следующем видео мы с тобой поговорим про то, какие, собственно, есть на этом всем пути ошибки, препятствия. Почему у кого-то не получается, и еще много о чем. То есть, поэтому смотри сейчас следующее видео. Оно будет очень такое ценное, полезное. Так что, все, смотри, нажимай кнопочку «Далее», и мы с тобой увидимся уже в следующем видео, в котором я тебе расскажу про всякие возможные нюансы и препятствия. Тебе их просто необходимо знать.